Это судовый процесс об обороне изникающих видов живел, у якости истцов и отказчиков студенты юридичного факультета. Такий же судовый процесс по международным экологическим праве прошел на приконце студента. Тогда обороняли выдуманный коренный народ, який подробую от соседней державы спынись массовое изнищение их сакральных живел. Увесь процесс идя на английской мове и подробую от отдельников не только добрых ведов международного права, а и лингвистыки. Самым сложным на этом конкурсе, на мой взгляд, являлись именно вопросы от судейского состава, которые прилетали, так сказать, и сам, и вопросы были неожиданными. Собственно, предсказать, какие вопросы будут задавать судьи практически невозможно, и сориентироваться в голове даже на русском языке, что ответить на зачастую провокационный вопрос от судьи, а потом еще это как-то перевести на английском и сформулировать довольно-таки сложно. Нужно быть уверенным, нужно верить в свою позицию, нужно верить в то, что ты представляешь. Независимо от того, какие вопросы будут задавать судьи, даже если ответ не всегда ты до конца знаешь, нужно хоть отвечать уверенно, нужно показывать саму уверенность. Хоть Кирилл уже участвует второй раз, я участвую первый раз, но это лично для меня, это большая ответственность, большая возможность того показать себя. Конкурс имя Филиппа Джессипа – это международное споборнство в форме гуньевого судового процесса. Студенты юридичных факультетов выступают в роли адвоката в международном суде ААН. Удельнейшуюсь до 600 сборных с всей планеты. Финал отбывается в США. Брестская сборная дошла до республиканского полфинала. Но студенты не смуткуют. Говорят, на болевопыт каштоннейшие запрызы. Интересно все. Несмотря на то, что год второй, для меня все как в первый, все так же страшно. Потому что в любом случае ты волнуешься, это очень высокий уровень. И в любом случае очень переживаешь не только за себя, а полностью за команду, которую ты представляешь. Думаешь, что куда важнее тренировки постоянные. Нужно к этому серьезнее относиться, уделять к этому больше времени. И рассчитывать не только на свою письменную позицию, но и на умственную, ее правильное преподнесение. То есть в данном случае важно не столько, сколько ты знаешь, а как ты умеешь это уверенно и четко преподнести это для судьи. Джесса позволяет познакомиться с новыми людьми. То есть это связи, это возможности, это способы достижения своей цели с помощью новых знакомств. Ну и, конечно же, опыт знания международного права, знания английского языка. Алиса Грешина – выпускница юрфака, теперь у новой для себя роли – тренера. Ранее два раза удельничала у республиканским этапе конкурсу. А в 2017-м навод побывала у финале в Вашингтоне у якости секретара судового посяжения. В случае, как же был сказан опыт, команда там была гораздо сильнее, чем на национальных раундах. Это было заметно. Ребята поражали знаниями международного права. Это были очень интересные раунды. Мне понравилось также общаться с судьями. Судьи были с разных стран. Головная, означает выкладщица Вольга Слевко, – это переемность поколению. На протяжении 4-х годов Баршан не отримывает звание лучшей региональной сборной. Все лета свою Джесси Фрэнс у знагороды отримала и Вольга Яковлевна. Ребята хорошие, ребята умные, ребята активные. Наверное, самые, может быть, одни из лучших студентов нашего факультета. Потому что ребята, помимо знаний международного права, они должны еще проявлять огромное количество других способностей. В том числе и правильно себя подать, аргументировать свою позицию, ораторское мастерство. Это все очень важно. И, по крайней мере, в этом году у нас все получилось. Все удалось. Ребята выступили на достойном уровне. Али отпочиваясь будущим юристам нема калей. Уже наприконцы сека века. И они отправятся на споборство по международным гуманитарным праве у Францию. Евгения Мороз, Роман Филюсиш, телередо и компания «Амбрест».